Девушки отдыхают И какую помощь городские власти могут оказать родителям, на что родителям можно будет рассчитывать Сегодня эта тема будет в центре внимания И ее мы обсудим с заместителем мэра города Архангельска по социальным вопросам Ириной Орловой Ирина Васильевна, добрый вечер Добрый вечер Ирина Васильевна, первый вопрос Безусловно, главной целью летней кампании является оздоровление детей Но тем не менее мы понимаем, что перед теми, перед кем стоит задача организовать летние каникулы, летний отдых Задач больше, чем просто оздоровление, то есть они несколько шире Давайте расскажем нашим телезрителям, насколько широко поле вот этой деятельности Конечно же, это прежде всего оздоровление Особенно это очень важно у нас на севере И родители, думаю, со мной согласятся И мы, руководители муниципалитета, понимаем, что наше короткое северное лето Оно не всегда дает возможность ребятам получить солнечные лучи Насытить и напитать свой организм витаминами, накупаться Поэтому, конечно же, прежде всего это оздоровительные мероприятия Это лагеря оздоровительные И возможность поехать куда-то на теплый юг погреться Конечно, еще одно направление – это занятость ребят Очень хотелось бы, чтобы наши ребята, особенно подростки, не слонялись без дела Не нашли себе применение И их отдых каникулярный, он был насыщен, интересен Чтобы это все ребятам запомнилось Чтобы они смогли найти новых друзей, узнать что-то новое, интересное И таким образом, наша задача – сделать для ребят лето незапоминающимся Но еще одна проблема – это, конечно же, подготовить ребят к следующему учебному году Потому что есть какие-то моменты, что не успели в течение учебного года сделать Поэтому здесь, я думаю, что прежде всего педагоги школ города Архангельска Речь идет ни в коем случае не о дополнительных заданиях А именно опять развитие ребенка Это дополнительные какие-то материалы для образовательных программ То, что может способствовать развитию одаренности детей и их способностей Вот такие направления, такие задачи мы ставим для себя на период летней кампании То есть получается, это целый такой комплекс мер, которые направлены на различные И не случайно в муниципалитете создана межведомственная комиссия По организации отдыха и оздоровления детей И в состав этой комиссии входят и департамент образования И управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Которое распоряжение мэра города назначено органом, координирующим всю деятельность По организации летней кампании Входят сюда и представители профсоюзов, нашу межведомственную комиссию Потому что профсоюзы, как представители работодателей Как представители родителей, они заинтересованы в том, чтобы родители спокойно работали А дети были заняты чем-то Поэтому комиссия межведомственная, она собирается еженедельно И мы обсуждаем массу вопросов И комиссия по делам несовершеннолетних туда входит Массу вопросов, связанных с организацией каникулярного времени Для наших юных архангелогородцев Ну и, наверное, еженедельно возникают все новые и новые какие-то аспекты Да, ну, во-первых, комиссия работает и планово То есть мы планово обсуждаем вопросы Уже рассмотрены вопросы финансирования лагерей с дневным пребыванием Рассмотрены вопросы финансирования первой и второй смены загородных лагерей Вопросы финансирования культмассовых мероприятий Как мы по старинке привыкли говорить То есть, кроме этого, мы вопросы организации трудоустройства, ребят, рассматриваем То есть вопросов очень много Ирина Васильевна, ну, понятно, что любое, скажем так, дело Любая масштабная компания, она нуждается в хорошей финансовой основе Вот какие источники финансирования есть, скажем, в этом году Вот для организации летней компании? Ну, не только в этом году, это уже на протяжении нескольких лет стало традиционной Как только соцстрах перестал финансировать летнюю компанию Поэтому источники финансирования их два Это областной бюджет и городской бюджет Областной бюджет выделяет в этом году средства Порядка чуть более 57 миллионов рублей на город Архангельск И город выделяет около 16 миллионов рублей И вот этот консолидированный бюджет, он распределяется на организацию летнего отдыха Если смотреть в сравнении с прошлым годом, то порядка на 2,5 миллиона у нас бюджет на летнюю компанию стал больше То есть, несмотря на то, что много говорилось о том, что и областной, и городской бюджеты напряженные весьма Это очень важный аспект, да И, конечно же, нас радует то, что у нас, наконец-то, мы выходим из демографической ямы И количество детей школьного возраста увеличивается А средства выделяются городу по количеству детей, проживающих в городе Архангельске школьного возраста Поэтому у нас и идет увеличение А какие виды отдыха родители могут выбрать для своих детей? Ну, наверное, самый такой распространенный вид отдыха для родителей в июне месяце Особенно для родителей ребят, обучающихся в начальной школе, первый-четвертый класс Но там и пятиклассники, и шестиклассники задействованы, а иногда и ребятки чуть постарше Это лагеря с дневным пребыванием, так называемые пришкольные площадки, как родители привыкли это называть Но правильно, это лагерь с дневным пребыванием Это очень удобная форма, потому что июнь, это еще пора затишье в отпускной паре родителей Родители не выезжают еще никуда сами Бабушки с дедушками тоже еще не готовы своих внучат принимать Поэтому ребята у нас отдыхают на пришкольных лагерях Пришкольные лагеря у нас организуются, как правило, в школах общеобразовательных Но есть они и в лагерях, в учреждениях дополнительного образования Это наши центры доп. образования и в спортивных школах Еще один вид отдыха, конечно же, это загородные лагеря Это традиционные пионерские наши лагеря из нашего детства, мы их помним Может быть, вы тоже их застали, да? То есть эти загородные лагеря, они есть и очень хорошо, что они сохранились Лагеря как на территории Архангельской области, так и за пределами Архангельской области В том числе и в Крыму Еще один вид отдыха, который очень популярен у нас в городе Архангельске Это многодневные походы и экспедиции Наши юные архангелогородцы очень любят выезжать по Архангельской области Вместе с педагогами, как правило, они являются организаторами этих экспедиций И это тоже форма приемлемая Ну вот я думаю, что, пожалуй, это самых три таких активных вида Да, и еще хотела, когда говорили мы о финансировании Вот есть еще один вид отдыха, конечно же, это семейный вид отдыха Когда семья выезжает И вот здесь муниципалитет принял на себя обязательство По оплате проезда к месту отдыха с законными представителями для детей из приемных семей Этого нет в других городах нашей Архангельской области Или может быть кто-то вот так же это делает Но это уже инициатива именно местного органа власти И вот мы родителям детей приемных, которые берут в свою семью чужого ребенка на воспитание Мы вот в эти замещающие семьи оплачиваем проезд туда и обратно на этого ребенка Поэтому вот такой вид отдыха, конечно, он тоже, наверное, интересен и для детей С мамой, с папой отдохнуть, да, это вид интересного отдыха Ну и вот мы пытаемся поддержать именно приемные семьи Ну вот вы как раз сказали, как я понимаю, об одной из мер социальной поддержки Которые оказываются муниципалитетом А в целом, насколько, скажем так, широка эта поддержка То есть какие категории граждан ее получают И каков размер компенсации зрителям Давайте я немножечко подсмотрю, чтобы никого не обмануть Значит, ну, во-первых, надо обратить обязательно внимание Что поддержку на организацию летнего отдыха могут получить те родители Дети которых зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в городе Архангельске Это новое, потому что в прошлом году поддержка в соответствии с постановлением правительства Архангельской области Предоставлялась детям, обучающимся в школах города Архангельска Или, например, того муниципального образования, где они живут В этом году правила немножко изменились и только зарегистрированы Поэтому у нас есть примеры, когда ребенок зарегистрирован, например, в Приморском районе А обучается в школе города Архангельска Вот этот ребенок, к сожалению, получить поддержку в муниципалитете город Архангельск не сможет Ему надо будет обращаться в Приморский район Сумма будет больше или меньше, тут надо сравнивать и смотреть Но если ребенок даже имеет временную регистрацию, то родители могут обратиться в муниципалитет И получить поддержку Какая поддержка может быть? Это прежде всего, как я уже говорила, загородные стационарные лагеря Расположенные на территории Архангельской области Для детей, которые у нас воспитываются в семьях, состоящих на учете В отделах территориальных нашего управления по вопросам семьи, опеки и попечительства То есть семьи, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации И чем-то мы им помогаем Этим детям мы оплачиваем 15 тысяч рублей от стоимости путевки Как правило, это получается почти что 100% Всем остальным ребятам мы оплачиваем 13 тысяч рублей Это по Архангельской области Если же ребенок выезжает в оздоровительный лагерь за пределы Архангельской области То здесь мы оплачиваем 10 тысяч рублей Но если ребенок у нас из семьи учреждений, которые финансируются из областного или городского бюджетов То есть это бюджетные учреждения Если это дети из семьи, также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации Если это дети победители олимпиад или иных конкурсных мероприятий А это есть специально отдельный список этих конкурсов и олимпиад Или же это дети призеры этих олимпиад или мероприятий Или дети из многодетных семей То этим детям мы оплачиваем 14 тысяч рублей Вот на путевку в оздоровительном лагере за пределами Архангельской области Если же семья выбирает для себя отдых в Крыму в оздоровительном лагере Эти лагеря не успели войти в областной реестр Если предыдущие, которые я называла, они обязательно должны войти в областной реестр оздоровительных лагерей Реестр был сформирован еще до всех событий, связанных с Крымом Поэтому принято решение на областном уровне оплачивать детям часть путевки в размере 15 тысяч рублей И родители могут обратиться в наши отделы управления по вопросам семьи по факту уже, когда ребенок съездил Тогда 15 тысяч мы компенсируем по этой стоимости Лагеря с дневным пребыванием В этих лагерях мы оплачиваем набор продуктов питания Частично мы оплачиваем культурно-досуговую программу И частично оплачиваем проезд ребят Все равно хочется выехать на природу и ребятам, отдыхающим в городе Поэтому там мы оплачиваем проезд к месту проведения вот таких небольших походов Если речь идет о загородных походах и экспедициях многодневных То там мы оплачиваем ребятам или проезд до места начала похода Или питание в лагере из расчета 360 рублей в день на человека То есть это специализированные профильные лагеря, вот таким образом мы оплачиваем А за получением поддержки финансовой обращаться нужно в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства? Да, но надо обратить внимание Если ребенок обучается в школе города Архангельска и проживает в городе Архангельске То надо обращаться в отдел управления по вопросам семьи, опеки и попечительства По месту нахождения образовательного учреждения Но, как правило, место жительства и место образовательного учреждения Это всегда один и тот же микрорайон Но бывают исключения Если же дети обучаются в государственных образовательных учреждениях Такие тоже есть в городе Архангельске Или же они обучаются в профтех учреждениях А мы оплачиваем до 17 лет отдых И они могут после 9 класса поступить уже в профтех Или же они обучаются в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья То тогда надо обращаться по месту жительства в отдел управления Все эти адреса, куда можно подойти родителям Они есть на сайте мэрии города Архангельска Я думаю, большинство архангелогородцев знают, где находится отдел их территориального округа Или того округа, где их дети обучаются Потому что это уже не первый год проводится и, как правило, родители знают Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон 639-717 У вас еще есть время задать нам вопрос Ирина Васильевна, как раз вы упомянули уже так называемые пришкольные площадки Как их называют родители И правильные детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием Я думаю, что они уже готовы принять ребят Есть какая-то предварительная статистика Насколько они будут востребованы в этом году? Уже идет активным ходом приемка этих лагерей И на сегодняшний день у нас в лагерях с дневным пребыванием Будет отдыхать около 4 тысяч рублей Вот я смотрю по тем цифрам 4 тысяч детей, извините, оговорилась Значит, будет работать 55 лагерей Причем надо сказать, что первая смена – это школы А во вторую и в третью смену будут работать и учреждения дополнительного образования И спортивные школы То есть на протяжении всех трехлетних месяцев Если у родителей будет необходимость устроить своего ребенка То они это смогут сделать Хорошо, а вот с организацией занятости детей И особенно подростков Это вопрос тоже немаловажный У ребят, как мы понимаем, ежегодно есть возможность поработать в летние месяцы В этом году изменилось ли что-то в этой части? Куда стоит обращаться? И успеют ли еще наши подростки обратиться за помощью? Значит, организацией летнего отдыха, летней трудовой занятости детей У нас занимается молодежный центр Государственное автономное учреждение Архангельской области Мы с ними сотрудничаем очень активно в этом направлении И на сегодняшний день уже на наших общих заседаниях Межведомственной комиссии мы договорились, что у нас будет создано Порядка около 100 рабочих мест Это, конечно, не так много, как хотелось бы Но больше, чем в прошлом году И ребята смогут устроиться на работу, придя в молодежный центр Значит, для того, чтобы получить направление туда Надо обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних Также опять своего территориального округа Где ребята проживают Лучше, конечно, если они подойдут туда с родителями Но могут подойти и сами Потому что трудоустраиваемые ребята в возрасте с 14 лет И они уже частично дееспособны и могут решать проблемы сами Кроме этого, у нас в июне будет организовано 9 бригад трудовых Во всех территориальных округах Ребята будут заниматься благоустройством округов И в июле будет работать еще 5 трудовых бригад То есть я думаю, что каждый желающий сможет найти себе работу по душе Кроме этого, нашим партнером выступает в организации трудоустройства ребят и центр занятости Там реализуется программа организации временного трудоустройства несовершеннолетних Возрасте от 14 до 18 лет, свободное от учебы время То есть эта программа работает не только в летний период Но она работает и в осенние, зимние, весенние каникулы И даже после учебы, в течение всего учебного года Ребята могут, придя в центр занятости, подыскать себе рабочее место И традиционно со 2 июня по 31 августа в центре занятости работает консультационный пункт Представитель центра занятости входит также в нашу межведомственную комиссию По организации летнего отдыха И мы всегда вместе взаимодействуем в организации вот этого направления нашей работы Ирина Васильевна, давайте в заключении нашей беседы резюмируем Куда стоит обращаться родителям за помощью Сайт уже прозвучал, www.arkcity.ru Это сайт мэрии города Архангельска По каким телефонам можно позвонить, куда обратиться? Ну, я вот уже сказала, что у нас главный организатор летнего отдыха Это управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Можно позвонить Ирине Вячеславовне Завьяловой Специалисту, которая курирует это направление 607-528 Начальнику отдела демографии и семейной политики Ольге Александровне Рыкаловой 607-172 Ну, я думаю, что также открыто и само управление Можно позвонить в приемное управление Можно позвонить в департамент образования Любой специалист, кто является членом межведомственной комиссии Ответит на любые вопросы Архангела Городцева Ну, я думаю, что в сети интернет сейчас также всю контактную информацию можно найти И ознакомиться с ней Ирина Васильевна, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы Надеюсь, что по окончании летней кампании мы с вами еще обязательно увидимся И подведем итоги Обязательно Спасибо большое Всего доброго Спасибо Напоминаю, что в студии программы в центре внимания Была заместитель мэра города Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова Обсуждали мы с ней тему предстоящих летних каникул Надеюсь, что вы почерпнули много интересной информации И обязательно сделайте все, чтобы отдых вашего ребенка был так же полезным и интересным Так же, как и наш сегодняшний эфир Спасибо, что смотрите телеканал ПС И до скорой встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!